Всем привет! С вами Виталий Соколов и это очередной видео урок из видео цикла Delphi. Игровые алгоритмы. Сегодня мы с вами поговорим, как научить нашего персонажа стрелять, потому как вы задали мне этот вопрос. Итак, первым делом мы с вами должны создать для пули тип. Я его назвал, например, Т-пуля. Пишется слово record и между словом record и end мы, собственно, пишем характеристики, которыми будет обладать наша пуля или пули. Можно, в принципе, все вот это было создать отдельными переменными, но тогда бы у нас целая куча переменных было написано, началась бы путаница. В общем, я советую все-таки использовать типы, если есть такая возможность. Итак, рассмотрим, какие же характеристики будут у нашей пули. Во-первых, это координата x и y. Это координаты, где будут находиться наши пули. Дальше, поворот. Поворот это, чтобы знать, в какую сторону наша пуля будет лететь, чтобы менять ей координаты для движения. И, собственно, характеристика visible. В переводе она обозначает видимость, которая может принимать два значения. True или false, то есть включена-выключена. Когда visible равно true, это значит, что пуля запущена, ее нужно рисовать и ее нужно сдвигать. Если она равна false, это значит, что эта пуля еще не выпущена или уже удалена. Далее, мы создаем с вами массив для пуль. Если мы с вами создадим всего одну переменную пуля, тогда у нас сможет вылетать всего одна пуля. То есть вы выстрелили, и пока эта пуля не исчезнет, вы второй раз не сможете выстрелить. Если вы хотите, чтобы можно было много раз стрелять, то нужно создать массив. Ну, я, например, создал на 10 пуль. Одновременно у нас не может быть выпущено больше 10 пуль. Если вам нужно больше, поставьте здесь цифру побольше. И тип будет у нас T-пуля, то есть тот тип, который мы с вами создали ранее. Далее, заходим в форм-create. И в форм-create мы с вами в цикле от 1 до 10 присваиваем всем пулям координаты 0,0. Поворот тоже 0. И самое главное, visible, вставим фальш. То есть ни одна пуля изначально не должна быть выпущена. Для того, чтобы научиться выпускать пули, мы с вами снова будем обрабатывать событие формы, которая называется on key down. То есть когда была нажата какая-то клавиша. Давайте обрабатывать будем пули при нажатии клавиши пробел. То есть когда нажат VK space. Для того, чтобы у нас вылетала всего одна пуля, а не все сразу, то мы с вами вводим еще дополнительно переменную U типа булеан. И она у нас будет просто как переключатель. Изначально, когда вы нажали на клавишу VK space, U присваиваем фальш. Эта U будет равна фальш в тех случаях, когда пуля еще не выпущена. А когда мы уже выпустили какую-то пулю, то мы ей будем присваивать true. Итак, вы нажали на клавишу. Что у нас происходит дальше? Вы пробегаетесь в массиве от 1 до 10 и проверяете, если U еще равна фальш, то есть пуля не выпущена. И при этом пуля с этим номером item невидимая, то есть она не выпущена. Тогда мы ее координатам x и y присваиваем координаты нашего персонажа. Потому как именно с этих координат нужно начинать вылетать. Далее мы включаем ей видимость и таким образом пуля у нас становится видимой и мы знаем, что ее нужно будет рисовать и смещать куда-то. И присваиваем ей поворот нашего персонажа. Таким образом у нас пуля сразу же будет привязана к координатам нашего персонажа и к повороту нашего персонажа. Ну и обязательно не забываем U присвоить true. Если вы здесь U не присвоите true, то вы одновременно выпустите все имеющиеся пули. Видно будет всего лишь одно из них, потому как они одновременно все будут лететь друг под другом. Но выстрелить еще раз вы не сможете, пока все эти пули не исчезнут. Ну а теперь, когда у нас уже реализовано выпускание пули, ее характеристики, чтобы заполнялись, нам нужно научиться рисовать эту пулю на нашей форме. Для этого кликаем дважды по таймеру и прорисовка пули будет происходить в цикле от 1 до 10. Мы просто смотрим, если пуля это visible равно true, то есть она видимая, тогда мы рисуем в координатах нашей пули x и y картинку, в моем случае это image 9. У вас это может называться переменная по-другому. Далее мы с вами должны реализовать передвижение пули, чтобы она не просто появилась и была прорисована на месте нашего персонажа, а чтобы она еще и летела куда-то. Для этого мы пишем с вами вот такой вот код. Также в цикле от 1 до 10 мы с вами пробегаемся и смотрим, если пуля это visible равно true, то есть если она видимая, тогда мы проверяем ее поворот, куда она повернута. Вот если у пули поворот равен там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, то в случае 1 мы координату y смещаем на 8, в случае 2 координату y смещаем вверх на 8, 3 поворота это влево, смещаем x влево на 8, 4, x вправо на 8 пикселей. А вот для случаев 5, 6, 7 и 8 у нас там смещаются одновременно и координата x и координата y. То есть, например, когда мы смещаемся влево-вниз, то мы смещаем сначала влево, потом сразу же смещаем вниз. Если вниз вправо, то смещаем опять-таки вправо и смещаем вниз. И таким образом будет создаваться впечатление, что она движется по диагонали. Ну и если мы сейчас запустим нашу программу, то наша пуля будет вылетать и улетать за пределы поля. И как только вы сделаете 10 выстрелов, вы больше стрелять не сможете. Это потому, что ваши пули не пропадают, а больше 10 пуль у вас выпущено быть не может. Поэтому, когда ваши пули вылетают за пределы поля, давайте будем их удалять. Для этого делаем тоже небольшую проверочку. В цикле проверяем от 1 до 10. Если у какой-то из наших пуль координата х меньше 0, то есть мы вылетели за пределы, или координата у меньше 0, тоже за пределы вылетели вверх, или координата х больше нашей ширины, нашей формы, то есть вправо вылетели, или координата у больше нашей высоты формы, то есть вниз сюда вылетели, то мы пуле ИТ и Визибл присваиваем фальшь. Все довольно просто. Теперь, если мы запустим нашу программу, я нажимаю пробел, вот у нас полетела пуля вниз. Выстреливаю наискосок и вправо можем выстреливать, сколько нам нужно пуль. И все пули летят до нужной ширины, потом пропадают, и мы с вами можем далее продолжать стрелять. Надеюсь, этот видео урок для вас будет чем-то полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйтесь в группу ВКонтакте, задавайте вопросы в нашей группе, пишите ваши вопросы на сайте dellgame.ua, желательно на форуме нашего сайта. Ну и у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока!